Домы и стены греют. Сирийские беженцы покидают лагеря и возвращаются в свои дома. Вырвалось из плена. Как удалось девушке сбежать от рабства исламистов и где находятся остальные пленные женщины? Российским богачам не нужны пенсии. Депутаты Государственной Думы вычеркнули средний класс из списка пенсионеров. В Сирии начинают закрываться некоторые лагеря беженцев и люди возвращаются в свои дома. Тем, кто пока не может этого сделать, помогают, в том числе и российские военные. Привозят продукты питания и медикаменты. Лагеря размещены в Латакии. Это один из шести центров пребывания беженцев, организованный местными властями. В школьных классах временное общежитие. В каждой комнате бок о бок. По две-три семьи. Всего 360 человек. Когда начались обстрелы, мы убежали в Турцию. Но нас там обманули. Чиновники сделали поддельные документы и нас выслали обратно в Сирию. И мы уже бежали сюда, в Латакию. Мы еле это вынесли. Центры, в которых живут беженцы, скоро опустеют. Большая часть населенных пунктов уже освобождена от боевиков. А значит, люди могут спокойно возвращаться в свои дома. В июле в этой школе начнется ремонт. Здание подготовят к новому учебному году. Пока же в пункты проживания вынужденных переселенцев завозят стройматериалы. Кое-где работа уже началась. Латакии беженцы остались лишь в трех центрах из шести. В Нигерии нашли одну из школьниц, похищенных более двух лет назад боевиками Буко Харам. Ее зовут Амина Али. Она еще подросток, но у нее уже четырехмесячный ребенок на руках. Обоих обнаружил боец местного ополчения в лесу на границе с Камеруном. Эта местность считается оплотом боевиков. Вместе с девушкой ребенком был задержан мужчина. Он заявляет, что он муж Амины. Предполагается, что он член Буко Харам. Напомню, в апреле 2014 года боевики этой группировки в ходе нападения на город Чибок похитили 276 школьниц. Позже они потребовали выкуп за их освобождение. Нескольким десяткам девочек потом удалось сбежать. Спасенная девушка сообщила, что около 200 школьниц продолжают оставаться в плену. Их родственники тем временем не теряют надежды. Если я не в Абудже, то я здесь каждый день с тех пор, как их похитили. Я храню надежду. И теперь наша надежда заблистала еще ярче после того, как одну из девочек спасли. В прошлом году нигерийская армия освободила из плена боевиков около 200 девочек и почти 100 женщин. Однако похищенных чибокских школьниц среди них не было. Турецким депутатам грозит лишение неприкосновенности. Парламент страны одобрил обсуждение о соответствующей поправке Конституции. В случае ее принятия перед судом могут оказаться 138 депутатов, в отношении которых прокуратурой страны ведется расследование. Лишение депутатов неприкосновенности приведет к государственному перевороту и установлению диктаторского режима. Мы внесли важное предложение по этому вопросу, но оно было отвергнуто. Поддержку поправки выступила партия националистического движения. Никто не должен бояться отвечать за собственные действия. Те же, кто восхвалял террористов и терроризировал парламент, заплатят за свое предательство. Президент Турции Таип Ардаган и представители правящей партии справедливости и развития называют партию демократии народов политическим крылом рабочей партии Курдистана и обвиняют в поддержке терроризма. Турецкая армия уже несколько месяцев ведет сражения с курдскими повстанцами на юго-востоке страны. Переходим к событиям в России. Замминистр финансов Алексей Моисеев заявил, что с зарплаты в 40-50 тысяч рублей граждане России должны копить на пенсию самостоятельно. По словам Моисеева, большими зарплатами можно назвать не только суммы в 100 тысяч рублей, но и оплату труда, начиная с 40-50 тысяч. Также он отметил, что россиян, получающих меньше указанной суммы, государство обеспечит коэффициентом замещения 40%. Глава Минфина Антон Силуанов ранее призвал россиян самим участвовать в формировании пенсионных накоплений. По его словам, со второй половины 2017 года в России уже может заработать новая пенсионная система. В текущем году в министерстве прорабатывают все детали относительно проекта. Еще одно нововведение. Депутаты предложили исключить из определения политической деятельности некоммерческие организации сферы благотворительности, культуры, искусства и ряда других направлений. Инициативу поддержали в профильном комитете Государственной Думы. Организации, которые ведут благотворительную деятельность, будут исключены из перечня иностранных агентов. Действующее законодательство признает иностранными агентами организации, получающие финансирование из-за рубежа и занимающиеся политической деятельностью. Поправки коснутся и организаций, занимающихся вопросами материнства и детства. Маленький мальчик нашел деньги в шкаф у своих родителей. На тысячу рублей он купил себе еды, остальное раздал знакомым во дворе, после чего выкинул остаток в болото. В полицию Челябинской области поступило заявление от семьи, в которой семилетний ребенок забрал из шкафа 230 тысяч рублей и раздавал сверстникам. Сейчас правоохранители вместе с родителями пытаются вернуть хотя бы часть суммы, пока им удалось отыскать только 130 тысяч рублей. Деньги 400 тысяч рублей мать мальчика выручила за продажу автомобиля Toyota, после чего спрятала их в комод. Там их и отыскал оставшийся один дома ребенок. Мальчик наткнулся на деньги, когда искал свои шорты. Сначала он взял тысячу рублей, вышел на улицу и попросил знакомого третьеклассника купить ему крабовых палочек. Сдачу он раздал игравшим во дворе детям, а после этого похвастался, что денег у него еще много. Сверстники ему не поверили, после чего Робин Гуд вернулся домой, набрал купюры, вышел и начал их раздавать. Один из обогатившихся мальчиков припугнул богача, сказав, что на деньгах остались его отпечатки пальцев и теперь его точно поймают и накажут. После этого первоклассник решил как можно скорее избавиться от улик, узнавшая о пропаже мать в первый же день, нашла в болоте 32 тысячи рублей. Еще 80 ей вернули мальчишки, 16 тысяч принесла девочка. Умный коврик помогает делать заказы в ресторане. Эта технология станет революционной в ресторанном бизнесе. Так считает одна японская компания, которая изобрела систему заказа блюд. Она включает мобильное приложение, а также умный коврик. Достаточно положить сюда смартфон или планшет с установленной программой. После этого технология покажет вам меню, определит ваше точное местоположение в помещении, а также распечатает чек. При этом уникальность коврика в том, что сигнал он распространяет в двухмерном пространстве. Например, всего на несколько сантиметров над своей поверхностью. Этот коврик тонкий, его можно сделать любой формы, и он может передавать сигнал в строго заданном пространстве. Пока технологию испытывают в ресторанах, но, как ожидается, она будет полезна и в других сферах. Например, на складе при учете товаров, поскольку можно будет получать обновления о наличии в реальном времени. Также с ее помощью можно будет безопасно передавать конфиденциальные документы. Любой человек в любой части мира может просто положить телефон или планшет на стол и сделать заказ. Так японские сотрудники получают заказ и сразу же начинают его обрабатывать. Мы считаем, что это уникальная технология. Посетители говорят, что технология достаточно простая, ее несложно освоить. Мне показалось, что это очень удобно. Можно использовать свой телефон и установленное приложение, чтобы заказывать еду. В какой-то момент я запуталась и не знала, как все работает. Но потом разобралась и смогла сделать заказ. Умный коврик работает от батареек. После отправки заказа у клиента есть еще около 25 секунд, чтобы все отменить. И немного о спорте, а точнее о матче во имя добра. С сирийскими детьми из лагеря для беженцев в Иордании сыграл в футбол известный немецкий футболист турецкого происхождения Месут Азиль, выступающий за английский клуб «Арсенал» и национальную сборную Германии. Вот мои впечатления от Азиля. Я выучил у него пару движений и в первый раз играл с такой звездой, как он. Я бы тоже хотел стать футбольной звездой. Футбол – это мое хобби, я так его люблю. Я бы хотела все время играть в футбол и стать сильным игроком. Я благодарна моим учителям за то, что они меня тренируют. Азиль был приглашен в лагерь в рамках азиатского проекта развития футбола, устраивающего с 2012 года разного рода спортивные мероприятия в лагере для беженцев на севере Иордании. Спорт призван вернуть обитателям лагеря ощущение нормальной жизни и дать детям возможность развивать свои таланты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова